Здравия желаю, с вами Командор Вэлл, который расскажет вам, в чем там прикол с невозможностью вывода денег на SEO-фасте. Причем изначально я планировал делать видос на двух языках, но сделаю отдельный видос на английском чуть позже. Короче, в чем прикол. Если у вас нет возможности вывести бабки, то условно это сейчас нормальное явление. Хотя, конечно, это неадекватно, однако имеем, что имеем. Эта проблема сейчас у всех, и можете по этому поводу уже не писать. Как правило, рекомендую каждые где-то 6 часов пробовать вывести деньги. Причем, судя по всему, опираясь на многочисленные переписки с другими людьми, свой опыт и на заметки моих друзей, иногда там получается так, что некоторым пользователям или аккаунтам просто банально временно блокируют вывод средств, ссылаясь на технические работы. Возможно, таким образом они по итогу регулируют количество выводимых средств. Просто потому, что, скорее всего, у них их нет. Причем, вполне возможно, что выводы на всеми любимый паер, и не только, могут конкретно у вас включиться через неделю. После чего, когда вы выведете свои деньги, вам снова ограничат возможность вывода средств. Это работает сейчас примерно вот таким вот образом. Иными словами, вам не дают вывести вообще хоть сколько бы вы ни пытались, а другие могут. И вы видите там по выплатам, что они получают деньги, а вы нет. И так может длиться неделю. Потом вам могут дать какое-то время, ну там 3-4 дня, возможность выводить. А потом, типа, будут технические неполадки, и вот все по новой. Это работает сейчас именно так. Если у кого-то получилось вывести, а у кого-то нет, то это нормально. И писать, что у меня получилось, и типа, все в порядке. Не надо гнать на систему. Я бы не стал. Это все повторюсь тут крайне индивидуально. И в отличие от вашего единичного случая, у меня как минимум разобрано уже ситуаций так 50. Причем существует такая вот тема. Обратите внимание на скриншот, который сейчас на вашем экране. Где у человека подобная шляпа уже висит где-то в районе двух недель. И непонятно, то ли это временно, потому что у них реально какая-то хрень творится уже как минимум три недели. Ну, либо вы получили бан. Однако пока с возможностью зайти в аккаунт и зарабатывать бабки, которые сможете потратить только внутри системы. Причем не очень советую обращаться в техподдержку. Потому что мой друг обратился, и ему прописали банан. Мол, он мультовод. Хотя на самом деле он просто купил рефералы на бирже. Причем древнего и, возможно, проблемного. Потому что его продавали по бросовой цене. И после этого у него появилось следующее сообщение, которое намекает, что он получит банан. Вот если именно такое сообщение с этой же последовательностью слов у вас высвечивается, то, скорее всего, после обращения в поддержку вам просто уже пропишут бан. Если у вас немного денег, можете с ними поболтать, а потом написать здесь, как там у вас сложились дела. Ну, а если вы там местный олигарх, и тем более у вас куча рефералов, ну, то есть вам там есть что терять, то моя настоятельная рекомендация – просто покупайте рекламу на их сайте. И тратьте таким образом деньги, пытаясь на рекламе заработать в других местах. Потому что, скорее всего, на вас висит черная метка, и других вариантов у вас нет. И, честно говоря, хорошо, что хоть так. А не как на Ависа, просто бан в любую секунду может прилететь. Где потом писать тикет в техподдержку, ну, бессмысленно. Ну, впрочем, как и на SEO-фасте. Потому что будут отписки. Я пробовал, другие пробовали, и результат всегда был один и тот же. Хотя один хороший знакомый заверял меня в обратном прецеденте. Что был случай, когда забаненного реферала все же разбанивали. Но, подозреваю, процент таких счастливых случаев мал. И, возможно, чисто из-за рефовода решили пойти на уступки. Но, по итогу, если вас забанили на Ависа, то, считайте, вас опустили на деньги сразу. Ну, а тут, по крайней мере, есть возможность, если вы не будете тупить, хоть как-то этим воспользоваться. Например, смотря мой канал, который вас предупреждает о вот всяких вот подобных подводных камнях. Ведь, как говорится, предупрежден, значит, вооружен. И тогда уж не будет самого печального итога, если будет знание. Причем, подозреваю, особенно за друга на SEO-фасте, что баны они прописывают порой просто так. Чтобы потом не выплачивать деньги. Особенно сейчас для SEO-фаста это очень актуально. Как бы мы не нашли до скама. Это ведь более чем реально. Звоночки уже есть. Так что будьте внимательны. И навряд ли вы сможете им что-то доказать. В принципе, подобный коммент от модератора, ну, говорит о многом. Мол, нам плевать. Если что, я обращаю ваше внимание, что стоит вам посмотреть на скриншоты. Я ведь их поменял. Ну и, в принципе, меня ни за что в телеге забанили. Ну и благо, хотя бы временно. И на том спасибо. Ну, в отличие от АВИСа, где просто тебе сразу бан прилетает без разбору и выкидывают из группы. Где чел, с которым я переписывался на SEO-фасте, тоже ошалел от такого подхода. Ну, в принципе, королевские забашки и мы здесь власть у администрации SEO-фаста давно виднеется. Ну, данная черта имеется в виду. Корона им явно не жмет. Поэтому будьте готовы ко всяким последствиям. Ведь это то еще болото. В принципе, основное сказал. Еще могу тут же пояснить, что писать в техподдержке или в чате SEO-фаста, ну, в целом бессмысленно. Вам будут прилетать шаблонные ответы от администрации. А вот от людей может поступить вполне разумное объяснение. Также вопросы можете задавать здесь. И если хотите, то можете зайти в Дискорд или мою телегу. Потому что я там тоже буду разбирать подобные вопросы и на них отвечать. Но скорее некоторые подобные вещи будут на другом канале с названием Commodore Exploit. Ну, потому что некоторые вещи лучше публиковать не на основном канале. Так что лучше на него тоже подписаться. И помните, что вражеская территория, официалка, там могут забанить. Следовательно, там тоже не все можно расписать. Следовательно, нужно еще и смотреть неофициальные источники. Ух, и сколько же я делаю вам намеков. Кстати говоря, если вы еще не зареганы на SEO-фасте или думаете сменить реферера, то рекомендую не делать поспешных движений. Впрочем, как и всегда, и лучше дождаться спецвидоса или просто написать мне. Для вас я, если что, оставил ссылку на хорошего рефовода, где будут хорошие бонусы. Он вас не продаст. И в случае чего, допустим, его бана, вы станете свободными. И сможете выбрать себе другого, если потребуется. Причем я тут чуть не забыл вам рассказать про довольно важную вещь, с чем может быть связаны проблемы. В теории, опять же повторюсь, это в теории. Но раз я про это знаю, то как бы должен же быть объективным. Так вот, все же мы знаем про санкции против России. Ну или рашки. Про валюту ходовую, рубль. Мы, думаю, все тоже знаем. Жалят, конечно, не биткоин, но что есть, то есть. По итогу проблема в чем? Раньше на Pair можно было заводить через наши банки, и даже курс у обменников был в районе 4-5%. По крайней мере, я такие предложения находил. Примерно в августе этого еще было. Если же искать сейчас, то курс обмена будет процентов 15. И еще с большими оборотами. Ну, то есть, там требуют сумму в районе 1000 баксов. И не меньше. Если даже не больше. В районе 5. Или даже 10 штук. Поэтому вполне можно прикинуть причины кризиса. Где уже реально можно встретить в чатах буксов объявления об обмене Pair'а на Umania. Или прочие банки в России. Плюс сюда вдобавок идет кризис. Сами догадайтесь, какого раздела букса. И все. Началась вот подобная чехарда. Ее, конечно, можно решить комиссией в 15%. По крайней мере, недели две назад, поверьте, я вот видел, там в районе было 15% обмен Pair'а. Очень высокие ставки. Если что. Сейчас, да, чуть получше стало. Но это сейчас. Однако, задайте себе вопрос. Вам точно нужны большие комиссии на вывод? Вот и я о чем. Поэтому частично можно их оправдать. Ну, потенциально. Если, конечно же, банально все не разворовали и просто допустили из-за своих тупых решений подобный кризис. Между прочим, еще в момент монтажа тут как раз новость пришла, что они опять проводят великую акцию рефы всем. А знаете, на что это намекает? Да-да, на то, что они пытаются активно привлечь деньги, дабы нивелировать этот кризис. Ну, то есть, в чем причина? Опять же, подтверждается по объективным источникам, общедоступным. Что у них просто банально нет денег. Так что отчасти даже в неком смысле, а стоит ли вкладываться в этот букс? Задайте себе вопрос. Заметьте, несмотря на то, что мне будет невыгодно потерять Сиофаст, а это будет для меня убыток, я с вами честен. Я надеюсь, хоть когда-то вы это оцените, но думаю, что никогда. Примерно как-то так. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал, если еще не подписан, причем на оба. И да пребудет с вами сила разума, которая принесет вам бабла. Ну, а если хотите задонатить, ну, в том числе, чтобы вот лишний фоновый звук упал, наконец-то он исчез, то я еще, между прочим, добавил Pair. Пair. Субтитры сделал DimaTorzok